Нет, секунду, Антон, я договорю. Так вот, со мной происходит глобальная трансформация. Я вижу, как уходит оттуда энергия и талант. От Навального, в смысле? От вообще... От либеральной тусовки? Вообще от либеральной тусовки. Я вам могу сказать, да, я еду на Валдай, например, осенью. Я еду на Валдай. Вот, которая будет? Да, я сейчас ездил на Валдай. И там выступал. Да, я там выступал с речью о том, что у меня есть своя концепция. Я много, какое-то количество времени работал в Европе. Я вижу, что происходит там и что происходит здесь. Да, я могу сформулировать вам вещи, которые вам могут крайне не понравиться. Я, например, считаю, что постнацистское общество в Европе испугалось человека ненавидящего. Человек, который может позволить себе ненависть. Что общество, которое может позволить себе ненависть как эмоциональное проявление и интеллектуальное проявление, но при этом регулирует проявление ненависти как физического насилия – это сложное общество. А общество, которое натаскивает на любовь, испугавшись человека-зверя, испугавшись того, что в человеке есть чернота, испугавшись нацизма, оно перестало натаскивать на ненависть, оно стало натаскивать на любовь. И более того, оно сделало страшную вещь, это общество европейское. Вы говорите, оно, например, не тоталитарное, либеральное, я вам скажу, что оно тоталитарное, просто оно делегировало функции тоталитаризма и насилия над индивидуумом, обществу, социуму. Вы пойдете в суд, вас суд оградит от насилия. Органы дознания, органы следствия, полиция, армия вас оградят от насилия. Они не будут над вами осуществлять насилие. Но общество делегировано функцией насилия. И травля, которая может осуществить общество, и проявление, которое мы сейчас видим. Во всех этих харассментах, преследованиях, я не знаю, триер, лепажа какого-нибудь, который недостаточное количество цветных занял, да, Фабра, за его, значит, якобы сексуальные все эти харассменты. Это травля, которая осуществляется европейским обществом. Европейское общество осуществило гениальную тоталитарную систему. Это гениальное тоталитарное государство, где насилие передано вам. Вы сейчас оформили Юрию Латыниной, кстати. Она сказала, что феминизм равно исламизм. Сейчас про феминизм могу поговорить отдельно. Социум. Да, а здесь, в этой стране, например, я вам могу сказать, и я это вижу. Здесь нацизма не будет. Вот там правые восстают. И в Польше за право голосуют молодые. И во Франции. И во Франции. А здесь нацизма не будет, потому что здесь есть дозволение на ненависть. И можете ненавидеть меня за эти слова. Но здесь есть дозволение на ненависть. А это важнейшая вещь. Выплеск агрессии вы имеете в виду? Не выплеск агрессии, а дозволение на ненависть. Понимание, что в человеке есть ненависть и любовь. И ненависть не менее священная, прекрасная и необходимая человеку чувство, чем любовь. Другое дело, что ни любовь, ни ненависть не должны оканчиваться в изнасиловании. Субтитры сделал DimaTorzok